Сейчас расскажу свои мысли по поводу того, как я воспринимаю великие как таковые. То есть за свою жизнь мне очень было интересно еще с молодых лет, вот лет так с 15 я так начал присматриваться в те советские времена, разумом там психологии, читать, что же такое по библиотекам ходить, то есть самостоятельно, а дальше уже мне интересно стало, почему, что такое религия, почему вот здесь меня учат коммунизмом и каким-то нормам, а здесь вот церковь стоит, ну что такое церковь, во-первых, для народа, что же это такое, то есть чтобы докопаться до этого пришлось потратить, до сути докопаться, пришлось потратить, ну там 30-35 лет, вот, может меньше, это так, я сейчас говорю 30, вот, и значит, что же такое религия? Изначально религия это система образования была, система образования в определенных группах, то есть система знания о человеке, система знания о мире, то есть изначально он говорит, что суть религии это наука, наука о жизни, наука о человеке, то есть теми доступными методами, которыми можно в то время рассказать о мире, люди рассказывали разные, ну, науки рассказывали. Ну, чтобы не смеяться особо над религией, скажем так, что вот это, то, что там земля стоит, земля на черепахе, да, земля на черепахе, на слонах стоит, вот, и состоит из там черепахи, четырех слонов, в общем, сказал полный чушь смешно, да, ну, смешно, но, посмотрите, если взять во внимание, у нас не было тогда умных слов, земная кора, да, понятия таких, если панцирь черепахи взять, то можно понять, что это земная кора, которая подвижно плавает в океане, вот эти все, а слоны это континенты, вот, четыре континента знали, потому что, допустим, когда в те времена далекие, когда, когда оледенение было, три километра, представляете, над Европой такая глыба лежала льда, то есть это несколько метров из океана нужно было добрать столько воды, вот, там, на северном полюсе, на, в Европе, в Канаде, все это водище лежало, и уровень океана был ниже, то есть можно считать, что в две Америки, вот, если уровень океана понизить, то вот это сейчас перешельщик есть, а тогда просто была сплошная полосочка, потому что там в Карибский бассейн не настолько глубокий был, ну, и там, так что это можно считать было одним континентом, одним слоном, одно земляное, Азия тоже, это одно целое, и поделить ее Европу и Азию, это искусственно, это уже позднейшее создание, так сказать, отделение территории, вот это наша территория, и называем ее Европа, нас не интересует, а вы живете по старому. Вот, и, так, ну, это вот суть, суть того, что, каким языком говорили, а сейчас мы можем смеяться, да, что земля плавает в воде черепаха, а земля так создана, а на ней четыре слова, вот, а тогда, в принципе, представьте себе уровень знаний людей, которые рассказывали о земной коре и о материках, то есть, тот, кто кому интересно было, тот, в конце концов, начал ходить и понимает этот смысл, то есть, не сразу человеку так рассказывал, а иносказательность, то есть, даже тот, который передает, тупо не понимая, он просто передает информацию, и люди все это понимают, а тот, кто дойдет, дойдет в своей жизни, прошлое тренирование, и тогда дойдет. Вот, этот уровень религии, это, прежде всего, образование. Вторая функция, которую уже начали впоследствии внедрять, это власть, это создание системы власти, то есть, с помощью религии, как с помощью демократии сейчас строится демократическая империя со своими правилами и деньгами, да, там, гомосексуализмами разными, свободное слово, так сказать, относительное, только можно говорить, только то, что можно говорить, то, что тебя научили, а ты будешь говорить, потому что тебя с детства по ушам в СМИ ездят, и все, это идеология, уже никуда не денешься, то есть, так же и религия, то есть, создавая, она со временем стала система идеологической, социального планирования, социального обустройства, то есть, как говорили уже, не было в России христианства, ну, и власть-то была такая никакая, тут себе одна власть, тут вторая, все как бы живы по своим таким и тем самым, а кто-то подумал, что надо бы власть взять в свои руки, а как это сделать, то есть, отдаемся в руки христианству, ну, это с благими целями, в принципе, потому что искали систему, которая позволила бы учить народ хорошему, да, учить духу, учить, ну, и, говорили, христианство, когда оно еще не было особо разделено на католиков и на православных, вот, и, значит, организация, как это устроено, здесь приход, здесь приход, батюшка раз, и у него определенный круг людей, он их всех посчитал, они все ему там копеечку несут, он что-то себе берет, кушает, потом верх отдает начальникам своим, патриархам, те собирают все это, отстегивают государству, и, то есть, они держат власть. В Европе, в принципе, светская власть королей и католическая власть в Средневековье, то есть, они настолько тесно по, будем говорить, даже не соперничествовали, потому что Папа Римский имел власть абсолютно над всеми королями, над всем, над всем он имел, и нужно было ему подчиняться, то есть, в Средневековье церковь полностью взяла власть в свои руки. До сих пор осталось, да, все к Папе приезжают, Путин приехал к Папе, Обама приехал к Папе Римскому, что он за человек, ну, просто сейчас, они приезжают к нему, потому что он символ власти, в его силах проводить определенную политику, хорошую или же плохую, то есть, его слушаются его подчиненные, то есть, и, по сути, религия, она, это мы на примере христианства брали, она как социальная система становится. Буддизм то же самое, то есть, жило много в Азии, много различных государств, таких, то есть, город-государства, да, и там свои правители, много-много-много. И вот, Будда создал стольную систему, которая образовательная, которая рассказывает о том, как существует наше сознание, насколько люди, и стал отчеловечивать людей с помощью этого, то есть, а потом уже начали формироваться центры, как монастыри, да, или вокруг учителя какие-то они самые, и постепенно развилась централизованная форма государственности, то есть, идейного пирамида власти, то есть, у буддистов появились, как бы, свои высшие авторитеты, которые курировали всех остальных, то есть, и так возникла сейчас у Шри-Ланка, буддийское государство, вся Юго-Восточная Азия, как бы, до, еще 200 лет назад, то есть, они были буддийскими государствами, вот, сейчас уже более современно, но здесь структура осталась, структура власти, они имеют власть на местах, которые держат, люди приходят, там есть определенная часть, которая молится, есть определенная, как, просто, как в христианстве, да, то есть, то же самое, идолопоклоннического, будем так говорить, потому что этот Будда или Иисус, иконка, это какая разница, что ты молишься на квадрате такой, да, то есть, можно на стенку молиться таким же образом, но людям, в определенной части, которые, ну, то есть, дети рождаются, они тоже уж не особо умные, да, им нужно какие-то знания дать, а если тебе все детство не дали определенные знания, в определенном стиле тебя не воспитывали, значит, ты просто, если родители думают только о пище, там, о пище насущной, там, о сексе, или это самое, то так же и дети будут, это самое, если родители, там, в более высоких материях, или родители одни лопатой копают, так же дети видят, берут пример, то есть, они не понимают, что такое работать головой, да, головой работать, это значит уметь считать и, или писать, быть кому-то полезным, кому-то интересным, вот, и, например, автонет, и вот, получается, что дети полностью зависят от воспитания, поэтому отдавайте своих детей, как можно больше, в разные школы, разным хорошим учителям, даже если ребенок, там, полгода будет заниматься танцами, полгода будет заниматься пением хороших учителей, или, там, каким-то искусством театральным, или гимнастикой, это очень много детям дает, это на всю жизнь остается, особенно то, что связано с физиологией, то есть культурой тела, движением, это очень важно, вот, и, значит, образование, религия, как бы, имеет этот образовательный аспект, это одно, второе, социальный аспект, и вот, большинство, как бы, видит в религии только того батюшку, или того папа, который деньги собирает и голову отстреливает в мозги, но, понятно, да, нет людей совершенных, да, мало совершенных людей, таких, которые, там, в этом мире, которые, что, дружат с духом настолько, что хочется подойти к Иисусу и исповедоваться, то есть суть и исповедоваться, то есть это принудительная мера, приходишь, денежку даешь, и сам батюшка учится в этот момент быть хорошим и спокойным, и человек пытается из себя все напряжение, накопившуюся дурь, накопившиеся эмоции выплеснуть, то есть выговориться к кому-то, но, в принципе, исповедь – это дело натуральное, которое при чистом человеке, у которого чистое сознание, да, как уделил дух, святой дух. Когда с ним начинаешь общаться, то есть обязательно какие-то эмоциональные отношения, вот представь себе, что ты к ним обращаешься, а он чистый, прозрачный, так все эмоции, хоп, и проходят, и рядом с ним стоишь, и, скажешь, чистый. И хочется тебе выговориться, и свежи идут на глазах. Это, в принципе, суть святости того идеала, к которому стремится христианство. Вот. Ну и что касается религии. То есть дальше идем. То есть религия, как сексальная форма власти – это то же самое демократия или коммунизм тоже. Это то же самое, та же самая религия, со своими идеалами. Только сейчас верхушку отрезали. Почему отрезали? Потому что управлять – это уже нет никакого заговора. В этом мире править как бы безличное какое-то, как говорят, подсознательное, да, подсознание, массовое подсознание. Вообще не читаю этих всех фрейдов и юнгов, потому что мозги не отстреливались там в этих заморочках. Мир гораздо проще и простым языком гораздо лучше говорить. Потом нахватаешься этого. Хотя знать нужно. Все нужно знать. И вот это подсознательное – руководить людьми. Получается так, что когда речь-то идет не об образовании уже, а о власти, о порядке, который нужно создать с помощью какой-то идеологии, будь то коммунизм или христианство, или еще что угодно. То есть уже никого не интересует, что людей нужно ввести к знанию духу, потому что все понимают, что дух – это нечто такое, потому что остановить пластинку в голове невозможно. И расслабиться, и стать святым невозможно. Это нужно всю жизнь в монастырях. В монастыре просидеть в своей комнатке, и тогда тишина, уман наступает. Ну и кому это нужно? Все прекрасно понимают, что религия становится формой социального порядка, то есть системой власти, института. И тогда уже проще управлять людьми, которые меньше думают, меньше знают о духе, о сознании. Вот представьте себе, что живут в Тибете люди, люди, которые верят или знают, потому что они родились в этой среде, что они оставят это тело, и потом переродятся, в зависимости от того, как они нормально себе жили, спокойно себе чувствуют в этом мире. Значит, они переродятся нормальными людьми, в хорошей семье, с хорошими идеалами. То есть они в своих снах, когда выйдут, тело оставят, входят в сон, и в своих снах видят сны до момента, когда там стоит новое рождение, саму технологию, я думаю, в дальнейшем, вот. И они просто не парятся, они просто натуральные, они живут, им не надо никуда бежать, никаких рационализаций, ничего нет, они просто живут. Продают в магазине, приходишь в магазин, стоишь, попросили что-то, кто-то другой человек пришел, продавщица или бабушка там стоит, разговаривает с ним, она, то есть, не особо никуда не спешит, и тот, с которым она написана, тоже никуда никуда не спешит. То есть эта система совершенно другая, здесь нет суеты, и нет этого идиотизма, рациональности, да? Вот. Ну и... Чем я дыхал? Получается так, что если давать людям знания о сознании человеческом, о таком реальном, то есть, которое... Все мы знаем, да, что есть сон, но я знаю, что это такое сон, это просто падаешь, как компьютер крутятся у тебя химические какие-то там килобайты в твоем этом самом механическом теле, то есть система западная, она создает роботов, то есть неживых существ. И... И получается так, что давать знания людям о жизни бесконечное, да, перерождение, то есть это становится невыгодно их использовать, то есть людям все равно. Они просто хотят быть хорошими и спокойными, они не будут судиться, для них дороже будет покой, чем деньги. И вот система современной, таких, демократии на научной основе, все, она просто игнорирует составляющую сознание, то есть сознание, такое что-то такое, не существует, вот дух, что-то такое, ну, нету его вот, воздух, что ли, а мы думаем, ну что-то процесс, он придумали компьютер, ну, а что дальше? А дальше, то есть вытащил это самое, из розетки, свет выключили, все, компьютер был, темнота, все, не существует ничего, то есть люди, люди, это роботы, то есть им говорят, что, то есть никакой перспективы нет, живи сейчас, и ты должен сейчас хотеть, желать, и кормить, и что-то делать, то есть власть заинтересована в том, чтобы человек не знал о каких-то, не знал о своих, что сон это реальная жизнь, это реальная виртуальная жизнь, в которой люди из поколения в поколение, из жизни в жизни живут, входят опять, каждый день они входят в сны свои, потом тело оставляют опять же, выходят в этот сон, потом какие-то почувствуют, сексуальные сны, которые снятся там во сне, привлекают их, и когда в моменте, когда здесь в реальной жизни, материальной, будем так говорить, происходит совокупление, оргазм это как мед, и человек, его сознание из сна летит, и влетает в этот самый, соединяется с этим животным, головастиком, сперматозоидом, или там клетка, яйцеклетка, непонятно, в зависимости от того, какие у нас ориентации в этой жизни, в следующей жизни, примерно, мы будем иметь ту же ориентацию, если что-то там щелкнет, то у нас в голове щелкнет, то есть мы можем, поэтому 5% кроме воспитания, гомосексуализм еще есть врожденный, но это только предрасположенность, потому что, лучше я потом расскажу об этих вещах, гомосексуальных, отдельная тема сейчас, следующая тема, сейчас мы говорили о религии, и вот получается, что давать людям знания о сознании, стало невыгодно, поэтому религия, как таковая демократия, коммунизм, они основаны на использовании людей, то есть создании муравейника, насекомого с функциями, то есть строительство, организация прежде всего, никто не заинтересован отдельной личностью, мозги накапать, и хоть демократия, хоть коммунизм, хоть чем угодно, и все будет хорошо, и человек будет жить этим всю свою жизнь, то есть это религия, религия от этого самого, без головы, то есть прабы от живут, но если вспомним Сизифа, то есть по одной из версий, Сизиф тоже людям хотел дать знания об этом самом, его собрали с боговью, вот эти богатые, взяли, прокляли, и выслали в Тартарию, за Уральские горы камни катать, чтобы он там пытался, пытался что-то сделать, что-то организовать, потом все этот камень на горе тока, и все этот камень скатывать, все он обратно, бесполезную работу делать, то есть ему сказали, что дурак, ты, нужно, чтобы организовать людей, чтобы организовать это, нужно, чтобы у них была идеология общая, то есть им нужно давать идеологию, сейчас идеология деньги, и создали золотого кирца, вот эту пирамиду с этим глазом на долларе, глазом на долларе, и доллар сейчас все рубит, то есть идеология доллара рулит, это гв50 и идеология, вот эта власть, власть идеи, сейчас идея доллар, то есть сейчас нам внушают, что благосостояние – Это главное. То есть не самочувствие наше как таковое, а благосостояние. То есть нас организовывать. И мир так структурирован, что просто создать, чтобы создать счастливое общество, такое, будем так говорить, утопически счастливое, нужно закрываться. Бутан закрылся, то есть туристов даже туда не пускают. Хочешь туда поехать, заплати 2000, в группе так пройдешь. Туда-сюда тебя там не пустят. Непал закрылся от 200 до 500 процентов пошлины на все ввозимые товары. То есть нет интереса материального, нет и политического. То есть оставили в покое Непал и говорят, что это самое бедное государство, которое по благосостоянию. Бедное, это бедное. Хорошо, люди спокойно живут. Это бабы все в золоте ходят, любят золотые кольца. Мужики тоже. В общем, живут большими семьями, друг другу помогают. И я не скажу, что беднее живут, чем на Западе. Мне кажется, что в той же Европе с ее прикрученными гайками люди экономят на том, на том, на том они живут. Они несчастны, по сути. Они имеют эту машину, и кредиты, и квартиру, и кредиты платят. И живут в таком уровне, не подозревая о том, что они в дерьме полнейшего живут. Они просто живут. То есть у них есть что покушать, у них есть это самое, а они пашут. Их стригут, и держат вот это самое. То есть организовали. То есть христианство оказалось как социальная система, оно несостоятельное. То есть оно пошло по пути депрессий. В Средневековье создали очень много демонических сил хороших, поделили на хорошее и плохое, натворили беды, натворили страха. И, в принципе, заставили людей поминоваться. То есть на страхе перед наказаниями, перед всем. Добились своего. И сейчас общество европейское, бунты послушные. Баранки. Баранки. Этим воспользовалась самая активная часть. Богатая и знатная. Они дали идею, сами зашли в тень. То есть аристократия такая уже не пиарится. Богачи как бы отошли, хотя 100 человек имеют половину всего дохода человечества. 100 человек. Представляете? То есть они где-то есть, их нет. Это боги. Олимпийские боги так остались. А людям впарили демократию, коммунизм, социализм. Политики работают как хорошие адвокаты дьявола. Они любую сделку экономическую подводят под какой-то претекст. И так эта система функционирует. Это абсолютная глючная система, где вранья столько, что правды не сыщешь. То есть каждая религия в конце концов слишком заигрывается из-за этого. Поэтому идея, почему люди идиотами называют? Потому что зациклены на какой-то идее. Их назвали не идиотами, идиотами. Ну разницы никакой, это просто игра словами. То есть смешно смеются те, которые сидят там, имеют бабки над теми, которым впаривают разные идеи и делают из них идиота. То есть феминистов, гомосексуалистов, коммунистов, социалистов, где угодно. Изм только прикрепили, в уши напхали измом, насували в уши. И вот тебе идиот. Ходят банды идиотов, которые впарили религию и сказали, что христианство это плохо. Вот живем в демократии. Поэтому в любом случае, любая религия, как наука, хорошо, как познание мира, это хорошо. И демократия, так же, как наука, до определенного уровня, познавательная, познавать, что такое демократия, да? Это же наука. В принципе, если ты пойдешь как ученый и найдешь ответ на все вопросы, это хорошо. Если ты останешься и будешь идиотом, тогда, извините, так было всем, да? То есть не успел, не дошел. Вот примерно так я себе представляю религии. Еще немножко о Востоке, да? То есть, в принципе, я не считаю, что буддизм это нюэдж индийский. И нюэдж азийский вообще, да? Он, это религия, какая-то религия. В принципе, это чистая наука. Это наука. На уровне, опять же, усредненной массы, которая на этот, наспотоетку Будды молится, да, им они верят и находятся на том же уровне, что и молятся к респу. То есть люди пытаются понять. Хотят только, имеют веру. То есть знание не всем дано, чтобы развить у детей тягу к знаниям. Поэтому только развиваете тягу к знаниям, ведет к улучшению положения общества. Чем больше мы будем детям интересно вкладывать знания к тягу. Учиться, 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 учиться. Я учусь учиться. Я хочу, чтобы мои дети учились учиться. И быстро все воспринимают. А дети, это губки. Они все быстро воспринимают. Если им впарить определенную теорию, да, и это самое. Это будут зомби. Они будут строить пирамиды. Они будут строить гест. Их будут просто использовать. Чтобы не использовать, нужно учиться. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok